Парк имени Льва Толстого Наши территории, территория парка 26 гектар. Мы начнем в 21-м, в 22-м году мы закончим первую очередь. Чтобы не закрывать парк, мы поэтому разбили на две очереди. Сколько дворов и подъездов отремонтировано, какие парки и территории массового отдыха построены, это обсуждали уже в стенах культурного комплекса «Артишок». Заместители глав пяти муниципалитетов рассказывали о достижениях в своих округах и планах на будущее. Первый заместитель главы химок Дмитрий Кайгородов отметил, что ни одно масштабное изменение в химках не проходит без предварительного обсуждения с жителями округа. Все изменения проходят посредством публичной слушаний. И это не одна, это несколько раз проходит в горы, несколько раз обсуждений. И скажу вам, что в конце приходить на это крайне сложно, но жители и жители совместно с нами пытаются найти то, что удовлетворило бы всех. Одна из форм вовлечения жителей в процесс обсуждения благоустройства движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Его лидеры регулярно встречаются с жителями на собраниях трудовых коллективов, где узнают об инициативах по улучшению округа. Это и крупные реконструкции парков, и небольшие постройки во дворах. Мы выезжаем, и смотрим, и контролируем, как это проходит. И очень приятно, что учитывается мнение жителей как раз. Могу назвать адрес 9 мая 16. По словам лидера движения общественной поддержки «Химке интересно жить» Владимира Суслова, химки развиваются стремительными темпами, и это только начало. В эти пять прошедших лет город-округ значительно изменился. То есть возник эко-берег построенный, мощный парк построенный в поселке Подресково. Это за очень короткий период времени. Я думаю, что и дальше программа у нас разработана до 2030 года. В пять раз увеличится площадь парков и скверов. Лидер движения общественной поддержки «Химке интересно жить» Елена Андреева уверена, что обмен опытом между муниципалитетами сделает проект «Городская среда в Подмосковье» наиболее эффективным. Сегодня рассказали, как развивается в Сенеже на озере благоустройство. Долгопрудный поделился с моим химки и показал свое масштабное благоустройство на территории своего городского округа. Всегда интересно, как у соседа. Тут же начали спрашивать, как вы делаете, мы так же хотим. И это немаловажно. Мы не только делимся планами, мы делимся еще определенным опытом. Муниципалитетам стоит брать пример схемок, отметил координатор партийного проекта «Городская среда» Игорь Коханый. «Если говорить, как развиваются химки в последние годы, я химки привожу на самом деле в пример на территории всей Московской области. Мне очень понравилось ноу-хау, которое идет и от главы, и от команды Дмитрия Владимировича, это когда есть именные скверы». Благоустроенные парки и скверы, новые велодорожки, детские площадки и отремонтированные подъезды. Задача партийного проекта не только в улучшении уровня благоустройства городских и дворовых территорий, но и в том, чтобы жители Подмосковья были вовлечены в процесс и сами решали, каким они хотят видеть свой родной город.